Приветствую! На связи Александр Громов. И сегодня я хочу сделать обзор на очередной сайт по заработку в интернете, который утром мне пришел на почту. Здесь нам предлагается зарабатывать от 25 тысяч до 100 тысяч рублей в день на аукционе брошенных сайтов. Давайте зарегистрируемся. Кнопку регистрации вы найдете под данным видео. Регистрация очень простая. Нужно указать имя, ваш логин и ваш пароль не менее 6 символов. Указать, что вам есть 18 лет. Нажимаем зарегистрироваться и мы попадаем по всей видимости в личный кабинет. Здесь есть сайты в наличии. Это, я так понимаю, есть список вот этих вот самых сайтов с аукциона. Видно, что их активно выкупают пользователи. У каждого сайта есть цена, различные параметры, адрес сайта, я так понимаю, зашифрованный, год, видимо, год регистрации сайта и цена. Перед записью данного видео я выяснил, что аукцион брошенных сайтов – это организация, которая продается аукциона сайты, у которых закончился срок действия. Я думаю, что каждый из вас знает, что такое сайт. А любая страница, которую вы видите в интернете – это страница какого-то сайта. Но сайты бывают маленькими, буквально в одну страничку, бывают и сотен и тысяч страниц. Например, поисковые системы Яндекс, Гугл или социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, их много. И каждый сайт имеет определенную ценность. То есть стоимость в денежном выражении. Стоимость каждого сайта зависит, во-первых, от стоимости его создания, потому что даже создание одностраничного качественного сайта стоит от нескольких сотен долларов. Потому что это требуется дизайн, копирайтинг, программирование. Причем все это вместе требует усилий различных специалистов, поэтому, естественно, такая цена. Также стоит заметить, что цена зависит от популярности сайта. Чем больше пользователей заходит на сайт, тем он ценнее. Чем старше сайт, чем раньше он создан, тем он ценнее. Чем больше ссылок других сайтов ссылается на этот сайт, тем он ценнее. Вот, например, рейтинг самых дорогих сайтов из тех, которые существуют сейчас. Десятое место. 260 миллионов долларов. Восьмое место. 473 миллиона долларов. Шестое место. 546 миллионов долларов. Четвертое место. 706 миллионов долларов. Третье место. Полтора миллиарда долларов. Ну и первое место. Это сайт Google, который оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Самое интересное то, что любой сайт регистрируется не навсегда, а на какой-то период времени. Например, год, или 5, или 10 лет. И если к концу срока создатели сайта не продлят его, то сайт становится брошенным. Часто бывает, что компания, сделавшая сайт, обанкротилась. Ну или просто поменяла направление деятельности. И сайт больше не нужен. В таком случае сайт попадает на данный аукцион, где любой пользователь может его выкупить или использовать его в личных целях. Ну или продать заинтересованному покупателю и заработать на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Так, появилась новость. В ближайшее время ожидается появление в системе нескольких премиум сайтов. Такой сайт вы сможете продать за гарантированную сумму в 50 тысяч рублей. При появлении такого сайта всем пользователям будет отправлено уведомление. Право на сайт передается первому пользователю, успевшему его выкупить. Следите за уведомлениями вверху страницы. То есть уведомления возле имени. А я так понимаю, вот эти уведомления имеются в виду. То есть если здесь у вас появится единичка красная, то здесь вот будет информация о премиум сайте. И нужно по рекомендации системы его выкупить. Что тут есть еще? Различные статистические данные. Так, баланс я смотрю. Есть вывод средств. Нажимаем вывод средств. Новым пользователям нужно иметь от двух выкупленных и проданных сайтов. Один сайт вы можете использовать в личных целях. Ну что ж, давайте в виде как другие выкупают, выкупим тоже сайт. Ну, например, самый недорогой и посмотрим сколько мы заработаем. Открывается такое вот окно покупки сайта. Давайте я, чтобы не тратить ваше время, поставлю видео на паузу, сделаю эту оплату, ну и мы посмотрим, что будет дальше. Итак, я совершил оплату за 150 рублей. Мне, значит, после оплаты открылась страница, на которой были данные моего сайта, доступ к нему. Ну, я эти данные сохранил и нажатием кнопки перешел обратно в личный кабинет, где у меня уже добавлен мой сайт в качестве приобретенного. Ну, вот он здесь появился в разделе «Ваши сайты». Давайте теперь его продадим. Видим, кстати, что цена продажи написана от 400 до 1525 рублей, по-видимому. Значит, нажимаем «Продать», открывается у нас окно продажи, нажимаем «Продать сайт» и смотрим. Поиск покупателей, выбранные лучшего предложения. Отлично, успешно продано за 1372 рубля. Значит, мы видим, что на балансе у нас 1372 рубля. При вложении 150 рублей – это практически 9-кратный заработок. Давайте посмотрим, сможем ли мы вывести эти деньги. Нажимаем «Вывод средств». Вот здесь у нас сообщение, которое было в начале. Значит, мы должны минимум два выкупленных сайта иметь и проданных. То есть, один мы продали, получается, нам нужен еще один. Ну, что ж, давайте еще рискнем тогда, попробуем выкупить еще один сайт. Давайте на этот раз выкупим самый дорогой. Потому что мы уже, в принципе, с вами заработали за 1372 рубля. А самый дорогой сайт здесь, я так смотрю, стоит 1230 рублей. Ну, давайте попробуем. Ага, вот его только что выкупили. Надо еще успеть. Так, нажимаем. Давайте сейчас я снова поставлю видео на паузу. Оплачу этот сайт за 1230 рублей. И мы посмотрим, сколько сможем заработать с такого сайта. Итак, я оплатил сайт за 1230 рублей. Снова после оплаты меня перебросило на сайт с данными этого сайта. Ну, я их себе, естественно, сохранил. И нажатием кнопки вернулся в личный кабинет. В личном кабинете сайт у меня уже добавился. Так, смотрите. Значит, мы видим, что цена его продажи, в отличие от доминантов, 150 рублей. Так, там, по-моему, было от 400 до 1500. А здесь сейчас этот сайт, цена продажи сайта составляет от 3700 до 18000 рублей. Что очень, в принципе, впечатляет. Я узнал, почему такая разница между ценой покупки и продажи. Потому что покупаете вы у системы, а система не анализирует репутацию этих сайтов. Ну, она их просто разделила на несколько категорий, и каждая категория стоит своих денег. А покупатели же покупают не на этом сайте, а на партнерских сайтах. Ну, они не видят этих цен, и им предлагается цена от 3700 до 18000 рублей. При продаже просто система выбирает оптимальную цену, ну, которая зачисляется вам на баланс. Давайте продадим этот сайт и посмотрим, сколько будет зачислено в нашем случае. Нажимаем «Продать сайт». Снова идет поиск покупателей, выбор наилучшего предложения. И мы видим, что он успешно продан за 11590 рублей. Теперь у нас на балансе в общей сложности 12962 рубля. Это при вложениях 1230 плюс 150, это 1380. Ну, мы получили, опять-таки, практически десятикратное увеличение наших средств. Давайте теперь мы выведем, наконец-то, заработанные деньги. И, ну, я рассчитываю, что никаких проблем с выводом не будет, потому что сайт внушает доверие, ну, очень технически навороченный, тут всякие графики. Лохотронщикам и мошенникам, я думаю, что будет очень дорого и невыгодно. Ну, скажем так, такой сайт скопировать, потому что разработка такого сайта, ну, стоит несколько тысяч долларов, ну, и требует несколько месяцев времени, потому что никто этим заморачиваться не будет, чтобы людей просто так вот, знаете, обмануть. Ну, в принципе, еще почему такая уверенность? Потому что я сам зарабатываю на похожей схеме, только не с сайтами, а с китайскими товарами. То есть я покупаю китайские товары в одном интернет-магазине, там, по 100, 200, там, 500 рублей, а продаю их через специальную площадку по 1000-2000, и люди покупают, честно могу сказать, люди покупают, ну, так же и здесь. Площадка позволяет по себестоимости купить, так называемые, брошенные сайты и продать их, естественно, другим людям за большие суммы, ну, с хорошей наценкой. Мы выполнили требуемые условия для вывода, то есть купить и продать два сайта, поэтому теперь нажимаем «Вывод средств» и действительно показывается одно окно вывода средств, значит, можно вывести на банковскую карту и на электронные кошельки. Я, допустим, выведу на банковскую карту, указываю свой номер карты, указываю сумму к выводу 12 962 рубля. Нажимаем «Вывод средств», окно пропало, так, написано, что вывод средств в размере 12 962 рубля успешно произведен на указанные реквизиты. Сейчас я буду снимать свой телефон на камеру, чтобы показать вам, придут деньги, ну, или не придут. Потому что я прочитал новость «Ускоренный вывод средств». Теперь средства на карты и любые интернет-кошельки поставляют в течение, думаю, максимум 5 минут. Что ж, посмотрим. Да, деньги пришли. Классно. Если честно, из более чем 50 обзоров, которые на курс я записал, только 3 из них оказались рабочими. И вот эта вот третья система, она рабочая. Она мне нравится больше всего. Сейчас я буду ее осваивать и, думаю, что выжимать из нее по максимуму. Ну, то же самое и вам советую. Пока проект работает, регистрируйтесь, подключайтесь, ну и зарабатывайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok